Всем привет, вы смотрите новости ММА, а меня зовут Андрей Антонов. Шлеменко отреагировал на победу Фёдора над Тимоти Джонсоном. Он очень рад победе соотечественника. Александр заявил, что следующим соперником Фёдора должен стать Бейдер. Шлеменко посоветовал Фёдору не завершать карьеру. По его словам, Емельяненко находится в отличной форме, несмотря на возраст. Я честно хотел бы видеть Бейдера. Почему? Потому что я считаю, что тогда в большей степени это было везением Бейдера, а не расчёт или что-то ещё. Сейчас Райан пока ещё чемпион. Если у него отберёт титул Валентин Молдавский, то мне кажется, это не очень. Для той же американской публики интереснее будет реванш Фёдора с Бейдером. Если их свести во второй раз, то я всё равно буду за Фёдора. Если он хлопнет Бейдера и заберёт у него титул, вот это я считаю круто. Магомед Исмаилов отреагировал. Всё нормально получилось, я за Фёдора болел, так что я рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном. Мне казалось, что бой хотя бы до середины дойдёт. Теперь ждём новые бои Фёдора. Александр Емельяненко. О победе брата. По ходу боя было видно, что Фёдор подошёл в очень хорошей форме. Очень высокая, хорошая скорость у него была. Не было лишних килограммов, которые обременяли и отягощали бы его во время поединка. Бой начался хорошо, с разменов. Но Фёдор даже не пытался перевести в партер. Он показал, что очень хорошо доминирует в стойке и накутировал своего соперника в первом раунде. Во-первых, перед Фёдором нельзя останавливаться во время боя. Во-вторых, нельзя идти с атакой. Он очень хорошо встречает и атакует. Пускай его соперники подбирают тактику и пытаются работать дальше. А пока Фёдор в форме, он будет всех накутировать и побеждать. Александр Карелин. Фёдор Емельяненко просто молодец. Красавчик. Продолжать карьеру или нет – его дело. Всё зависит от того, как Фёдор себя чувствует и как он готов. Комментатор Дмитрий Губерниев. Результат вовсе не неожиданный. Я перед поединком всё так и предсказывал. Если Фёдор не выиграл бы быстро, то шансов бы не было. С учётом того, что давно прошёл пик Фёдора, он полегче, но он более разноплановый боец. Поэтому всё было сделано на быстрый бой. На стремительную победу. И Коршуном он одолел соперника, с чем я его и поздравляю. Мини Хэбби поздравила Емельяненко с победой над Тимоти Джонсоном. Поздравляю Фёдора с красивой победой нокаутом и красивой карьерой. Спасибо за все воспоминания. И вы действительно один из величайших людей всех времён. За свою профессиональную карьеру Фёдор Емельяненко провёл 47 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. Емельяненко — 4-х кратный чемпион Pride FC, а также 2-х кратный чемпион Rings. Витори победил Косту в главном бою турнира UFC. Бой прошёл все 5 раундов. Завершился победой Витори единогласным решением судей. Витори одержал 16-ю победу в ММА при 5 поражениях. Что касается Косты, он потерпел второе поражение при 13 победах. Грегори Родригес и Юн Йон Пак были премированы как участники боя вечера, а Марвин Витори и Алекс Касарес получили премиальное за выступление вечера. По 50 тысяч долларов США каждому из баксов. Главный бой реально был крутой. Согласны, друзья? Напишите в комментах. Марвин Витори о победе над Паулу Костой. В очередной раз убеждаюсь в том, что у меня самая большая воля к победе. Если дело доходит до 4-го и 5-го раунда, то здесь мне нет равных. Многие говорили, что Коста не будет готов к бою, но это был своего рода трюк с весом в его исполнении. Он просто не хотел гонять вес, вот и всё. Он пытался воспользоваться своими габаритами, но я был готов ко всему. А когда я готов, передо мной не выстоит никто. Этот ебот поплатился за всё, а я прикуплю себе какие-нибудь новые часики на его деньги. Моя цель по-прежнему чемпионский титул. Я продолжаю погоню за ним. Махачев отреагировал на предложение Хукера провести 5-раундовый бой. Давай сделаем это в 5-раундовом поединке, написал Дэн в своём твиттере. Тебе же хуже, ответил Махачев. Хабиб, кстати, друзья, станет секундантом Махачева на турнире UFC 267. Изначально Ислам Махачев должен был встретиться с Рафелем Дос-Анисом, но он снялся с боя из-за травмы колена. В итоге на замену выйдет Дэн Хукер. Бой состоится 30 октября. Хабиб будет в моём углу в бою против Хукера. Также секундантами будет тренер Хавьер Мендес и брат Муслим. Махачев расположился на пятой строчке в рейтинге. Хукер располагается на восьмой строчке. Нас с вами ждёт горячий поединок. Усику предстоит весной следующего года провести реванш с экс-чемпионом Энтони Джошуа, которого он победил в сентябре этого года. И до объединительного боя он считает, что поспешными были заявления Фьюри о том, что он король супертяжёлого веса. Усик не стал подробно комментировать и оценивать стиль Фьюри. Сказал лишь, перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить. Я слышал подобные вещи на протяжении всей своей жизни, но я способен победить Фьюри, потому что я не хвастаюсь тем, что могу победить каждого боксёра в мире. Я просто хожу в спортзал и делаю свою работу. В последнем бою Усик по очкам одолел Энтони Джошуа. В свою очередь Фьюри отправил в нокаут Диантея Уайлдера. Дана Уайт раскрыл детали контракта Тони Фергюсона с UFC. Очень интересно. В интервью изданию BGPEN Уайт сказал, «У Тони есть один бой по контракту. Мы разрабатываем поединок для него. Но да, у него по контракту остается один поединок». У 37-летнего Тони Фергюсона в активе 25 побед, 6 поражений. Он проиграл в последних трёх боях подряд. Последний раз выходил против Бенейла Дариуша. В том бою он проиграл единогласным судейским решением. А также напомню, друзья, что можно подогреть интерес к футболу. Вся информация в закреплённом комментарии. А по слову Антонов, получаем фрибет. Отмечу, что на днях Эль Кукуй изъявил желание подраться с Коннором МакГрегором. Фергюсон в твиттер вызвал Коннора на бой. МакГрегор отреагировал. «Однажды мы будем драться с тобой, приятель, и я закончу твою никчёмную жизнь. Я уже заполучил все титулы и деньги в этой игре. И теперь осталось только избавиться от таких крыс, как ты». МакГрегор против Фергюсона может стать отличным возвращением для обоих спортсменов. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Большое уважение всем моим постоянным зрителям. Мне очень приятна ваша поддержка. Всем удачи. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok